Добрый день всем! Мы сегодня продолжаем наше чтение книги Раба Иуда Леона Ашкин Ази Мониту «Тайна Игрея». Перед началом я хотела всех поздравить с праздником Мухаммедки и пожелать нам всем светлых дней и хороших новостей, чтобы Бог был с нами, потому что к Нему наши молитвы обращены, наши глаза обращены. Мы стараемся с своей стороны делать все, что можем, стараемся, пожалуйста, учим. И также я хотела посвятить наше учение нашим детям, нашим солдатам, которые защищают нас и хранят безопасность Израиля и пожелать им успехов в жизни. Итак, мы продолжим сегодня, мы вместе с Андреем продолжим читать книгу и попытаться разбирать, что мы можем еще добавить к тому, что написано, как мы можем понять некоторые вещи, которые кажутся сложными. И если есть вопросы у кого-то, кто будет смотреть наш урок после, я предлагаю послать их в наш чат, и мы об этом поговорим в следующий раз или ответим в чате. Мы вот остановились в этой точке, я немножко вернусь к тому, как Рав Ашкенази описывает историю. Как мы говорили уже раньше, для Рав Ашкенази история, а именно, как это называется, еврейский толдот, это не битвы, сражения, завоевания, достижения, а это история развития идентичности, развития человеческой идентичности, развития еврейской идентичности. Идентичность, конечно, это слово такое, не совсем понятное в русском языке. Я даже хочу заметить, что, например, Натан Щеранский, когда написал книгу на эту тему, он назвал ее идентикой на русском тоже, потому что ему казалось, что идентичность вообще по-русски не звучит, не отражает, не несет ту нагрузку, которую она несет в английском языке, например. Например, или в еврейском языке есть слово «зогут». В принципе, это некое свойство личности. Кем я себя вижу, как я себя веду, кто я такой на самом деле, с чем я отраждаю себя, с какими идеалами, с какими принципами. И вот эта идентичность, она развивается в процессе времени, отведенном до истории. И Равл Ашкиназиб приводит нам, мы читали в прошлый раз, пример забега с факелом, когда с самого начала истории Адам получает в руки факел, и дальше с ним бежит, и передает его своему сыну, тот своему сыну и так далее до конечной точки этого забега. И где будет эта конечная точка, мы… Иногда дети возвращаются на день-другой. Я остановлю на секундочку, ладно? Ну тогда, ладно, продолжим сейчас. Мы остановились на такой точке, которая называется умето Ахишэнг. Если… или вовремя, или раньше времени. То есть есть некоторый конечный план, что вот через столько-то, столько-то лет уже не может быть задержки, будет когда-нибудь обязательно будет ухваление. Но есть возможность закончить ее раньше. И вот эта двойственность, которая есть в стихе… Вот мы это смотрели в прошлый раз, я не помню. Это есть в стихе Айшэяу «В назначенное время ускорю». Бэйто Ахишэнг. Бэйто – это в назначенное время, как бы в свое время. А Ахишэнг – это я ускорю. И эта фраза непонятна. Так как ее понимает Толмуд, он сказал, если будет… Мы можем заслужить это ускорение, если мы будем хорошо себя вести, будем позитивно продвигать, изменять, улучшать отношения между людьми, в мир. Действительно, в Толмуде есть огромный спор по поводу того, зависит ли избавление от раскаяния, не зависит. Ну и в конечном итоге вот такой ответ дает нам Толмуд. Дальше он продолжает. Каждый человек в отдельности. Народ выбирали. В целом выбирает, участвует ли ему в этой эстафете, о которой он говорил выше. Фактильным счастливым. Один секунду. Один секунду я… Подписывайтесь на канал! Продолжение следует...